Операторы мобильной связи теперь обязаны передавать только безопасный трафик и блокировать подменные номера. Этот федеральный закон одобрил Совет Федерации и президент его уже подписал. Здравствуйте в студии Артем Тарасов. Как этот закон защитит права россиян и можно ли отозвать свои персональные данные у различных сайтов и компаний? Обсудим сегодня тем более гость программы, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова. Ирина Валерьевна, здравствуйте. Добрый день. Я рад вас видеть в нашей студии. Ирина Валерьевна, здравствуйте. Ирина Валерьевна, здравствуйте. Это могут быть и банки, и торговые площадки. И если человек заходит на этот фишинговый фальшивый сайт и оставляет там свои персональные данные, ну здесь тоже возникает опасность. Поэтому надо быть очень внимательным при заполнении различных формуляров форм анкет в интернет-пространстве. Очень внимательно следить за тем, что куда вы заходите, где вы оставляете свои персональные данные. Но при этом законодательно, если говорить о законодательных рамках, то сейчас законодательно запрещено использовать вот эти сайты. Есть соответствующая ответственность, предусмотренная в административном законодательстве. Но при этом нельзя терять ведительность самим пользователям. То есть обязательно здесь вот дорога с двусторонним движением. То есть рассчитывать на то, что ваши права будут защищены кем-то без вашего активного участия, не приходится сейчас. Нужно быть очень внимательным. И к закону, о котором я сказал в приветствии, звучит, конечно, очень мощно. То, что теперь операторы могут передавать только безопасный трафик и блокировать обязаны подменные номера. Как этот закон, более подробно расскажите, защитит россиян? Долгожданный такой правовой акт снимает, наверное, такую львиную долю вообще проблем в этой сфере. Когда злоумышленники звонили через специальное оборудование, через специальные программные средства. Фактически звонили с номеров подложных. Но человек, абонент, видел, что ему звонит, допустим, сын, дочь, друг. То есть высвечивается номер и определяется, как у вас он записан в адресной книге. В том числе как его банк официальный. Может быть банк, но страшнее, мне кажется, когда звонит твой близкий человек. Ты, естественно, ответишь. И тут могут быть самые разнообразные ситуации. От выманивания денег до шантажа и так далее. Поэтому сейчас, с счастью, эта ситуация будет пресечена. Закон принят, в этой части он уже вступил в силу. Естественно, там есть другие нормы, которые вступают чуть позже отсроченной. Но вот к этой части, о чем говорим мы, сейчас уже, в общем-то, они работают, эти нормы. И то есть операторы мобильные уже работают по этой схеме? Да, операторы мобильные уже прекращают этот трафик, обязаны прекратить передачу вот этих подложных номеров. В этом году вступили в силу новые правила обращения с персональными данными. И россияне могут отзывать как раз-таки эти данные у различных сайтов и компаний. Какой смысл вкладывается в персональные данные, какие он может теперь отзывать? Ну, персональные данные у нас понятие определяется законодательно. Туда входит, начиная от имени, фамилии, отчества, места жительства, адрес прописки, семейное положение, номер телефона, номер электронной почты, номер кредитных карт, адрес, я уже сказала, местонахождение и другая информация, характеризующая личность. Ну, давайте представим себе ситуацию, когда самая простая распространенная ситуация, когда вы в какой-то торговой точке, вам предлагают карту лояльности и просят вас заполнить анкету по этой карте, вы указываете фамилию, имя, телефон, адрес. В некоторых случаях вам предлагают указать ваше образование, уровень дохода и так далее. Вот все это тоже является персональными данными. И теперь в соответствии с законодательством, даже если вы такую анкету подписали и оператору соответствующему передали эту информацию, вы в любое время можете отменить, в общем-то, это решение и забрать обратно ваши персональные данные, запретив их распространять для третьих лиц. То есть даже без причины просто появилось у меня желание. Да, у вас появилось желание, у вас прекращены отношения с этим оператором. Естественно, это не касается государственных, сайтов государственных услуг, там, где вы постоянно являетесь абонентом этих услуг, вы зарегистрированы там и, соответственно, производите платежи. Ваши отношения с этими сайтами, с этими органами, соответственно, они длительные, они продолжаются. Но там, где, в общем-то, законченные отношения, допустим, с банком вы выплатили кредит и больше никаких отношений не имеете, можете предложить это звать. Но это достаточно широкий такой вот аспект, который на самом деле еще не в полной мере осознан россиянами, поскольку сбор персональных данных, их обработка, их хранение уже достаточно давно по законодательству осуществляется. Очень много операторов на самом деле эти данные собирает. Наверное, не каждый россиянин вспомнит, где и когда он оставлял. Вот какие-то основные там, где мы действительно вступаем в юридические отношения, мы можем вспомнить эти ситуации, а в остальных случаях это затруднительно. Поэтому вот недавно мы с коллегами из Государственной Думы, из Общественной Палаты Российской Федерации обсуждали вопрос и прозвучало предложение о необходимости технического обеспечения для россиян узнать, где и когда и кто из операторов эти данные обрабатывает в настоящее время. То есть технически такая возможность может быть, было бы целесообразно, если бы она была введена. Но опять же, это не законодательное решение должно быть, это решение и участие здесь операторов, в том числе сотовой связи, которые позволят... Ну, я правильно вас понимаю, что сейчас человек должен сам знать, где его персональные данные, чтобы понимать, у кого их отзывать. То есть если он не помнит, то уже поезд ушел. Ну, естественно, конечно, конечно, да. И вот это предложение, оно как раз таки позволит вести этот мониторинг, где отслеживать персональные данные. По аналогии, допустим, когда мы в мобильном телефоне можем запросить количество подписок. Потому что бывает, что ты подписываешься, тоже не помнишь, но в какой-то момент можно проверить, промониторить, что на что-то там подписано. И отписаться от ненужных, да? Да, важный нюанс, я бы хотел, чтобы вы рассказали. Если человек хочет отозвать свои персональные данные, компания не дает по каким-то причинам это сделать, манипулирует, придумывает какие-то отговорки, идти в полицию, то есть как... Нет, нет, обращаться нужно в Роскомнадзор, в регулятор, естественно, с письменным обращением. И регулятор уже принимает соответствующие меры, вплоть до блокировки данных сайтов. И еще один немаловажный нюанс. Персональные данные мы передаем, когда получаем какую-то услугу. Можно ли сейчас, благодаря вот этим новшествам, не подписывать свое согласие на передачу персональных данных и в то же время получить услугу? А вот на сегодняшний день, я думаю, нет. Потому что если вы откажете оператору, он, наверное, в праве вам будет отказать. Но, по крайней мере, на практике это будет именно так. Каких-то законодательных ограничений для операторов по сбору персональных данных на сегодняшний день нет. Это еще одна проблема, о которой тоже надо, наверное, поговорить. И речь идет о необходимости введения, наверное, какого-то соразмерного принципа. То есть если вы берете в аренду велосипед, то не нужно оставлять там данные своей кредитной карты и полностью все страницы паспорта, как сейчас это зачастую делается. Или если вы уже оставили, то после того, как вы велосипед сдали, сразу же отзовите свои персональные данные и проследите, чтобы они были уничтожены, деархивированы. То есть надо оценивать. Если вы берете кредит в банке, то, естественно, вы свои персональные данные обязаны оставить. Если вы приобретаете оружие, если вы приобретаете автомобиль, источник повышенной опасности, то, соответственно, данные нужно оставлять. Но если вы приобретаете стиральный порошок и вам предлагают карту лояльности, где полностью надо ответить о себе, о своем семейном положении, о возрасте и так далее, день рождения указать, место рождения указать, то я думаю, что это излишне. Поэтому какое-то законодательное регулирование в этом отношении, безусловно, должно быть. И вот как раз-таки к вот этой базе персональных данных граждан у различных компаний, вы уже упомянули, что сейчас вы обсуждаете, чтобы это как-то могли люди отслеживать. И, в принципе, мы здесь ждем единую базу, правильно, чтобы каждый гражданин мог туда зайти и посмотреть, где у кого мои персональные данные. Да, я думаю, что в перспективе мы ждем единую базу, потому что по закону на сегодняшний день все операторы, собирающие, архивирующие персональные данные, они должны хранить их на территории Российской Федерации. Вот все то, что касается персональных данных россиян. Поэтому теоретически и технически, я думаю, это возможно. Но на сегодняшний день пока в процессе обсуждения. Ну, можно сейчас сказать о каких-то сроках, что вот эта база, скорее всего, появится, например, к 24-му, 23-му или 4-му? Атем, я понимаю вас как журналист. Вы, конечно, хотите какую-то конкретику. Я, к сожалению, вам сейчас на этот вопрос не отвечу, потому что это достаточно длительный путь. Понятно, это работа с экспертами. Это, прежде всего, техническая возможность, насколько она быстро будет создана. Но я думаю, что, безусловно, мы к этому движемся, потому что это очень актуальный запрос. И на мероприятиях, которые мы проводим, и в регионах, и в Совете Федерации очень часто, вы знаете, мы в действующей площадке нашей обсуждаем эту проблематику. Все эксперты в один голос говорят о необходимости создания такой технической возможности. Ирина Валерьевна, я благодарю вас за интересный разговор. И многие ждали этих законодательных новелл. И, как я понимаю, идет цифровое развитие в вопросах кибербезопасности. Это очень приятно слышать. Поэтому вновь ждем вас в нашей студии с не менее важными и актуальными новостями. Спасибо. Эта программа доступна на сайте don24.tv. С каждым днем у нас тем все более. Меня зовут Артем Тарасов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова